Души истины, и живи с детства, и вся исполняя сокровища благих, и жизнеподателю принеслися вы, и очистены от всяких скверных, и спаси блаже души нашу. Господи, молим Тебя, благослови наши занятия, не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истины, пребудь с нами и в этот вечер. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Продолжаем противсектантские занятия и разбираем возражения сектантов, касающиеся Божьей Матери, Богородицы. Так, возражения сектантов. Евангелие от Матфея, 12 глава, 48 по 50 стихи. Он же сказал в ответ говорившему, кто Матерь Моя и кто Братья Мои, и указав рукою Своей на учеников Своих, сказал, вот, Матерь Моя и Братья Мои, ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. То есть, в понимании сектантов, здесь как бы Иисус Христос отрекается от Своей Матери, она обыкновенная женщина, она не нужна, не нужна ей никакое почтение, как вы православные все это делаете, акафисты там ей читаете, поклоняетесь, ничего этого не нужно, она обыкновенный, грешный человек. И православный, что должен на это отвечать? Приведенные слова вовсе не говорят о том, будто бы Он, Христос, не оказывал особого уважения Своей Матери. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 и 13 стихи. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». 1 Иоанна 3, 1. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. 1 Петра, 1 глава, 22 по 23 стихи. По слушаниям истины через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. 1 По человечеству же своему Христос был в повиновении у Матери Своей. Лука 2, 51. 1 И пошел Он с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. 2 И Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце своем. Далее, Христос исполнял ее просьбы, просьбы своей Матери Богородицы. Об этом говорит 2 глава Евангелия от Иоанна. Она просила его притворить воду в вино на браке в Кане Галилейском. 2 Далее, любил ее Христос и заботился о ней, даже вися на кресте. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 26-27 стихи. 2 Иисус же, увидев Матери Ученика, тут стоящего, который любил, говорит Матери Своей, Жено, Се, Сын Твой, потом говорит Ученику, Се, Матерь Твоя, и с этого времени Ученик Сей взял ее к себе. Вопросы. У меня вопрос относительно вот этих стихов о любви учеников совсем непонятна взаимосвязь, для чего они даны. А тем, которые приняли его верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Вот сектантов возражения то о Матери, а здесь о чадах Божьих, о любви. Ну да, вот Христос говорит, тот мне брат и сестра и матерь. То есть он, ну не написано, что чадо, а здесь именно вот что чадами Божьими. И все здесь с детьми Божьими, детьми. Какая взаимосвязь, Игнать Игорьевич, можете сказать, нет? Речь переводится на духовное. В матери есть дети. Иисус Христос, ее сын, он называет ее матерью. И теперь расширяет этот поиск, что, а где говорится о том, что мы являемся детьми? И он показывает, евангелист, да, мы дети Божьи. Вот в этом плане, значит, мы как дети Божьи по ранжиру знаем, кто она такая. Уже читали впереди-то, что было. Будут ублажать ее все роды. Драли сын ее, слушался. А мы-то находимся в одной семье. А она тоже, хотя и матерь, а как чадо Божие. Вот и показывается отсюда, это наше родство. То есть мы знаем по ранжиру в семейной жизни, как почтение идет, так и здесь. Может, не в такой степени, как сегодня принято. Возьми поляки, матка Божьей, Божья Матерь. И как будто никакого Христа нет. Но здесь показано, что он слушал то, что она сказала. И вот на этом основании православные считают, что можно поклоняться, прославлять ее, ублажать. Вот в этом плане. Поэтому каждый стих говорит о нашем свойстве чад. То есть мы дети и находимся в одной семье. Спаси Христос. Все разъяснили хорошо. Можно вопрос? Да. А вот это же меня как? Вот это да, Матерь Божья, то есть Мать Богородица верила. На кане Галилейской говорит, нету у них, мало у них вина. То есть это же вера, она знает, да. И этот, он говорит, время, чем они не пришло. Но она все равно верит и знает. А этим, говорит, то, что он будет вам говорить, делайте. А вот как пришли они к этому же, да, скажут, что Матерь пришли и Сына, то есть они не верили, что это же, они думали, что они, это, он сбесновался. Ну, то есть сошел с ума. Вот это, Георгий Тихонович, как вы вот это... Игнатий Тихонович, вам вопрос. Получается, что же так и колебание это же произошло и у Богородицы. Да, именно так. Так и надо понимать, то есть ее мнение о нем было не столь высокое, как после. Она считала, что случилось большое несчастье, и вот такое пришли взять его. Но мы должны войти в это положение. Почему и Господь говорил, где проявлялось его божество, чтобы об этом не говорили до момента, пока не воскреснет. Чтобы знать, что он истинный Бог, тем более слово Троица вообще нигде не звучало, не было. Чтобы когда увидят его на кресте распинаемого, немощного, как человека, не соблазнились. То есть не подумали, ведь обманул он. Как же так-то? Говорил вот так, а теперь он перед смертью склонился, и не мог освободить себя. Где 12 легионов ангелов-то? Вот в этом плане мы должны рассматривать. Это не в укор Деве Марии, но к тому, что они даже поискали, когда его, если бы они знали, кто он такой, чего искать-то, когда он нас ищет-то. Они относились к нему по человечеству, по божеству разговора даже не было. Кто мне матери? Господь показал, возвыситься надо. А дальше говорит, кто слушает, исполняет. А она и слушала, и исполняла, и по плоти была матерью. Тем более она больше, чем обыкновенная плотская матерь. Все. Спасибо, Господи. Ну да, это же было закрыто. Все же, они же думали, что... То есть, ну, духовно там же было все. Его же... Это только Бог один знал, зачем. То есть, духовно. А они же думали, что физически. Все, спасибо, Господи. Ну, тут у Сергея прозвучала фраза у Шепелева, что Богородица, когда в воду вино просила Христа сделать, она верила в его божество. Откуда такая уверенность? Мне кажется, что она просто попросила, что нету вина, было бы неплохо, где-то бы достать бы. Как-то она подходит к уверенности, что она именно просила его с верой, что он сотворит чудо. Ну, по речам же. Он же, хоть он ей отказал, говорит, время мое не пришло. А у нее все равно. Вера, она поворачивается и сразу же говорит водоносом. Говорит, что? Что он вам скажет, делайте. И так же же они сделали все. Налили воды, петь подняли и понесли к распородителю пира. Даже не то, что у Богородицы, даже и на водоносов, и на работников передалось это. Послушание. Ну, подав, понятно, да. Из-за того, что она верила, что оно превратится, да, в вино. То, что говорит, то, что скажет, то и делает. И отсюда эта вера была, что он способен на чудо. Ну, да, да. Так, идем дальше. Так. Идем дальше. Сектант не должен оказывать особое почитание матери Иисуса, ибо она была обыкновенная женщина, имевшая, кроме Иисуса, других детей, будучи женой Иосифа. И вот приводится следующее место. Сектант приводит. Евангелие от Иоанна 19, 26. Иисус, увидев матери ученика, тут стоящего, который любил, говорит матери своей, Жену, Се, сын твой. Тоже не понять. Он же у Иоанна это говорит. Причем тут дети? Иосифа. Евангелие от Матфея 13, 55. Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его, и Иаков, и Иосиф, и Симон, и Иуда. Отсюда они заключают, что Богородицы были дети от Иосифа. Матфея 1, 24, 25. Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел, Господь и не принял жену свою и не знал ее. И, наконец, она родила сына своего, первенца, и он нарек ему имя Иисус. Здесь понятно, черным по белому написано, не знал ее. Божья Матерь не была обыкновенной женщиной, а была до рождения и после рождения при чистой Девою. Два слова с большой буквы. Мы еще говорим призна, Дева призна, это значит всегда. Евангелие от Луки 1, 26, 35. В шестой же месяц послан был ангел Гавриила от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужа именем Иосифу из дома Давидова. Имя же Деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенно ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот, зачнешь в очреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида Отца Его, и будет царствовать над домом Якова вовеки, и царству его. не будет конца. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю. Ангел сказал ей в ответ, Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется сыном Божиим. Прок Исайя 7,14. Итак, Сам Господь даст знамение, все дева в очреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Иезекииля, 44,2. И сказал мне, Господь, ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Бог, ибо Господь, Бог Израилев вошел ими, и они будут затворены. Евангелие от Луки, 1 глава, 34,35 стихи. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю. Ангел сказал ей в ответ, Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется сыном Божиим. Кого же, как не Марию, обозначают эти врата? Они заперты, потому что она Дева. Итак, врата обозначают Марию, через которую Христос вошел в этот мир, явившись от девственного рождения и не повредив ключей девства. Святой Амуроси Медиаланский. Божья Матерь называется женой не потому, что она имела мужа, но в смысле женщина вообще, как и слово муж, в смысле мужчина, обозначающая пол. Книга Деяний, 1 глава, с 10 по 16 стихи. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же обранным, как вы видели его восходящим на небо. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Илеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. И придя, зашли в горницу, где пребывали Петр, Иаков, Иоанн, Андрей, Филипп, Фомавр, Фоломей, Матфей, Иаков, Амфеев, Симон, Зилот и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, Матерью Иисуса и братьями Его. В те дни Петр, встав посреди учеников, сказал, было же собрание человек около ста двадцати мужей и братья надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святый Устай Медовидов об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Вот здесь вот с женами сказанной Марией, Матерью Иисуса. Так, вторая глава четырнадцатый стих. Петр же став с одиннадцатью возвысил голос свой, возгласил им, мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, Сиеда будет вам известно и внимайте словам моим. Пятая глава тридцать пятый стих. А им сказал мужи израильские, подумайте сами с собой о людях сих, кто вам, что вам с ними делать. То есть идут выдержки, где встречаются слова мужи. Тринадцатая глава пятнадцатый стих. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите. То есть мужи это обращение как мужчины. Смысл такой. Девятнадцатая глава тридцать пятый и тридцать восемь стихи. Блюститель же порядка утишив народ сказал мужи эфесские, какой человек не знает, что город Эфесс есть служитель великая богиня Артемиде и Диапета. А вы привели этих мужей, которые ни храма Артемидена не обокрали, ни богини вашей не хулили. Псалом один-один. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит совраний развратителей. А если он не муж, нет у него жены, то к нему это уже не относится. То есть он неблаженный получается. Евангелие Атеана 20 глава с 13 по 15 стихи. Они говорят ей жена, что ты плачешь? Говорит им, унесли Господа моего, и не знаю, где положили его. Сказав ей обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей, жена, что ты плачешь, кого ищешь? Она думая, что это садовник, говорит ему, господин, если ты вынес его, покажи мне, где ты положил его, и я возьму его. Иисус обращается к жена, если по-сектантски рассуждать, значит Иисус ей муж. Мы знаем, что Иисус не был женат. Дальше. Братьями господними названы дети не Марии, а Иосифа. Но так как Иисуса называли сыном Иосифа, то и сыновей Иосифа называли его братьями. Матфея 13 глава 55-56 стихи «Не плотников ли он, сын, не его ли мать называется Мария, и братья его, Иаков, и Иосиф, и Симон, и Иуда, и сестры его, не все ли между нами, откуда же у него все это? Марка 3 глава с 31 по 34 стихи «И пришли Матерь и братья его, и стоя вне дома послали к нему звать его, а около него сидел народ, и сказали ему, вот, Матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя, и отвечал им, кто Матерь моя и братья мои, и обозрев сидящих вокруг себя, говорит, вот, Матерь моя и братья мои». Лука 8, 19-21 «И пришли к нему Матерь и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа, и дали знать ему, Матерь и братья твои стоят вне, желая видеть тебя». Он сказал им в ответ, «Матерь моя и братья мои, суть слушающие Слово Божие и исполняющие его». 1 Каинфином 9, 5 «Или не имеем власти иметь спутницей сестру, жену, как и прочие апостолы и братья господни Икифа». Из предания историк Ессевий 2 век удостоверяет, что Клеопов был единственным братом Иосифа, следовательно, Мария Клеопова, была невесткой Богоматери, а невестки в наши дни называют друг друга сестрами. Книга Тавита 7, 15 «И призвал Рагуил Эдну жену свою и сказал ей, приготовь сестра другую спальню и введи ее». 11 стих «Я отдавал свою дочь семи мужам, и когда они входили к ней, в ту же ночь умирали, но ты ныне будь веселый», сказал Тове, «Я ничего не буду здесь есть до тех пор, пока не сговоритесь и не условитесь со мною». Рагуил 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 сказал «Возьми ее теперь же по праву ты брат ее и она твоя. Милосердный Бог да устроит вас наилучшим образом». 8 глава 7 стих «И ныне Господи я беру сию сестру мою не для удовлетворения похоти, но поистине как жену. Благоволи же помиловать меня и дай мне состариться с нею. Мария Клеопова мать двоюродных братьев Иисуса». Евангелие от Матфея 27 глава 55 и 56 стихи. «Там были также и смотрели и издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи служа ему. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария мать Иакова и Осий и мать сыновей Зеведеевых». Лука 8 1 3 «После сего он проходил по горам и селениям проповедуя благовествуя Царствие Божие». С ним 12 «И некоторые женщины, которых он исцелил от глух духов и болезней, Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли семь бесов, Иоанна, жена Хузы домоправителя Иродова Иисус Анна и многие другие, которые служили ему имением своим». «Братья Господни не называют себя братьями его, а рабами». Послание Иакова 1 1 «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленом находящимся в России не радоваться». Послание Иуда 1 1 «Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом». Далее, что касается Иисус первенец Матфея 1 25 «И не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Седьмой стих 2 глава Евангелия от Луки «И родила сына своего первенца, испеленала его и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Так же, как у Бога израильский народ единственный избранный первенец». Исход 4 22 «И скажи фараону «Так говорит Господь Израиль есть сын мой, первенец мой». Розаконие 18 15 17 «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». 16 «Так как ты просил у Господа Бога твоего прихорили в день собрания, говоря, да не услышу впредь глаза Господа Бога моего и огня сего великого, да не увижу более, дабы мне не умереть». И сказал мне Господь «Хорошо то, что они говорили». Матфея 1 25 «И не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца, его нарек ему имя Иисус». «Доколе так же как и от века и до века ты Бог» Псалом 89 3 «Прежде нежели родились горы и ты образовал землю и вселенную и от века и до века ты Бог, но тем не полагается предел». Слово «доколе» это не обозначает предел, то есть она всегда была девая, пресно девая. Так, вопросы по этому возражению много прочитали. Игнать Тихонич, желаете что-то еще дополнить? нет. Тормозит что-ли интернет. Так, дальше идем. кто-нибудь скажите меня слышно хорошо? Хорошо слышно четко. Слышно хорошо четко. Так, все. Четвертое возражение сектантов. Деяние 4.12 «Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». 1 Иоанна 2.1 «Дети мои, сей пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника». Римляна 8.34 «Христос Иисус умер, но и воскрес Он и одесну и Бога, Он и ходатайствует за нас». 1 Тимофею 2.5 «Ибо един Бог, един посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус». То есть мысль сектантская такая, что Богородица не может ходатайствовать за нас перед Богом. Вот эти места приводятся. Что же должен ответить на это православный? Что люди могут спасать людей, то это видно из иных мест священного Писания. Не только Бог спасает, но и люди людей. Итак, что же это за места Писания? Послание к Римлянам, 11 глава, 14 стих. «Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них?» Вот о том, что человек может спасать, не только Бог. Значит, и Богородица может спасать молитвами своими. 1 Коринфянам, 9.22 «Для всех я сделал со всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых». Апостол Павел Коринфянам представляется как спаситель язычников. «Для всех я сделал со всем, говорит». 1 Коринфянам, 7.16 «Почему ты знаешь жена, не спасешь ли мужа? Или ты муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? мужа?» дело касалось, надо ли разводиться с неверующей женой, или можно ли это делать, и вот апостол Павел их увещевает. Если сторона верующая, она не должна оставлять неверующую сторону. А причина какая? Почему ты знаешь, не спасешь ли мужа? своим поведением женат рода? Родостью? Даже без слова приобретаем мы были, как без слова? Не проповедует всем, понимает, что по делам неверующий муж начинает по делам веровать, спасаться через жену. Хотя в другом месте все через жену все мы умираем. Кто-то умирает, а кто-то спасается через верующую жену. 1 Тимофея 4 16 Вникая в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Вот опять место говорит, что человек может спасать не только Бога. Мы знаем, что Христос единый посредник, единый ходатай перед Богом кровью своей за грехи всего мира, но за грехи отдельных людей может быть много ходатайов. Богороди за апостола Павла ходатайствовали Коринфини. 2 Коринфи 1 глава 9 11 стихи Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога воскрешающего мертвых, который избавил нас от столь близкой смерти и избавляет и на которого надеемся и еще избавит при содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас. Филимонова 1 глава или филиппийцам или с 3 по 4 стих Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас всегда во всякой молитве моей за всех вас принося с радостью молитву мою. 1 фессалоникийцам 5.25 Братья, молитесь о нас. 2 Тимофей 1.3 Благодарю Бога, Которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью. Вопросы? Следующее возражение Судей 5.24 Сектант Да будет благословенно между женами и Аиль в жена Хевера Кананьянина между женами в шатрах Да будет благословенно Богородицу тоже называют благословенную православную И Аиль названа благословенную за то, что убила Сесару врага израильского и названа благословенную только между женами в шатрах А Божья Матерь названа благословенную за то, что обрела благодать у Бога и родила спасителя мира и избавившего нас от смерти вечной Саня к евреям 2 глава с 13 по 16 стихи И еще я буду уповать на него и еще вот я и дети которых дал мне Бог а как дети причастны плоти и крови то и он также воспринял он и дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти то есть дьявола и избавить тех которые от страха смерти через всю жизнь были повреждены рабство ибо не ангелов восприемлет он но восприемлет семя Авраамова 1 фессалоникийцам 2 глава 13 по 16 стихи посему и мы непрестанно благодарим Бога что приняв от нас слышанное слово Божие вы приняли не как слово человеческое но как слово Божье каково оно есть поистине которое и действует в вас верующих ибо вы братья сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе находящимся в Иудее потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников что и те от иудеев которые убили и Господа Иисуса и его пророков и нас изгнали и Богу не угождают и всем человеком противятся которые препятствуют нам говорить язычникам чтобы спаслись и через это всегда наполняют меры грехов своих но приближается на них гнев до конца Галатам 4 6 а как вы сыны то Бог послал сердца ваши духа сына своего пьющего Алва Отче послушанием истины через духа очистив души ваши к нелицемерному братолюбию постоянно любите друг друга от чистого сердца как вожделенные не от тленного семени но от нетленного от слова Божьего Божия возрожденные 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 да от чистого сердца как возрожденные не от тленного семени но от нетленного от слова Божия живого и пребывающего вовек 1 Петра 1 глава 23 стихи Вот почему Божья Матерь называется благословенную между женами всего мира Вот почему ее должны ублажать все роды до скончания мира Тема закончена пожалуйста вопросы по этой теме кого есть Игна Тихонич хотели что-то сказать пожалуйста Я хотел узнать это кто там Брахиль сейчас высказала сказала ты вот возьми на себя эту обязанность посмотри маленько он сегодня сделал 4 ошибки Сергей там написано по городам он считает по горам но это же большая разница Сережа будь внимательнее это слово Божие ты благослови Рахиль чтобы она тебя сразу же говорила ничего не ожидая дай это право даю любому даю любому право не только Рахиле вы можете это делать любой здесь сидящий любой пусть она точно знает она сделала замечание у нее глаза хорошие отошел она может не заметить а вот так еще вопросы идем дальше о святых постах в церкви христовой следующая тема Евангелие от Матфея 4.2 и постившись сорок дней и сорок ночей напоследок взалкал Матфея 17.21 сей же рот изгоняется только молитвою и постом Лука 2.20 но придут дни когда отнимется у них жених и тогда будут поститься в те дни 2. Коринфянам 6.5 под ударами в темницах в изгнаниях в трудах в бдениях в постах вот сколько мест говорит о посте но сектанты не хотят поститься и хотят других отговорить от этого первое возражение сектанта мы не признаем постов почему и вот приводит такое место Матфея 15 глава с 11 по 17 стихи не то что входит в уста скверняет человека но то что выходит из уст скверняет человека у меня мама тоже когда я делаю замечание она говорит не грех вовнутрь грех изнутри там совершенно не о том говорится о чем тут говорится о постели православные эти слова сказаны спасителем к книжникам и фарисеям на их вопрос их первый второй тогда приходят к Иисусу русалимские книжники и фарисеи и говорят зачем ученики твои приступают предание старцев ибо не умывают рук своих когда едят хлеб фарисеи верили что пища принимаемая не умытыми руками оскверняется сама и оскверняет душу человека христос обличил фарисеев что они это пустое предание старцев ставят выше заповеди и божий ей и 4 из 4 по 6 ибо бог заповедал почитай отца и мать и злословище отца или мать смертью умрет а вы говорите если кто скажет отцу или матери дар богу то чем бы ты от меня пользовался тот может и не почтить отца своего или мать свою таким образом вы устранили заповедь божию преданием вашим не мог христос отвергать пост когда сам 40 дней постился матфея 4 2 и постившись 40 дней и 40 ночей напоследок взалкал и наставлял поститься людей когда поститесь не будьте как лицемеры матфея 6 16 17 матфея 17 глава 19 по 21 стихи тогда ученики приступив к Иисусу наедине сказали почему мы не могли изгнать его Иисус же сказал им по неверию вашему ибо истинно говорю вам если вы будете иметь веру с готичной озерной скажете горе сей перейди отсюда туда и она перейдет и ничего не будет невозможного для вас сей же рот изгоняется только молитвою и постом утверждение сектантов что Христос отрицал пост есть грубое заблуждение противоречащее учению Христа вопросы все понятно второе возражение нападают сектанты на апостола Павла они утверждают что апостол Павел осуждает посты и приводят его послание к Тимофею первая четвертая глава четвертая глава с первой по пятой и восьмой стихи ну что же они приводят сектанты дух же ясно говорит что в последние времена отступят некоторые от веры внимания духом обольстителям и учениям бесовским через лицомерие лжественновестников сожженных в совести своей запрещающей вступать в брак и употреблять в пищу то что Бог сотворил дабы верные и познавшие истину вкусали с благодарением во всякое творение Божие хорошо и ничто не предосудительно если принимается с благодарением потому что освящается Словом Божьим и волитвою ибо телесное упражнение мало полезно благочестие на все полезное имея обитывание жизни настоящей и будущей православной православной здесь речь не о постах а об отступниках от веры запрещающих вступать в брак эти отступники гностики и манихеи энкротиты манкреаниты которые подобно нашим хлыстам и скопцам учили не вступать в брак и не есть мясо да и не мог апостол Павел отвергать пост когда сам постоянно цитирую пребывал в посте 2 коринфянам 11.27 в труде и в изнурении часто в бдении в голоде и жажде часто в посте на стуже и в ноготе 2 коринфянам 6 глава 4-5 стихи но во всем являем себя как служители божии в великом терпении в бедствиях в нуждах в тесных обстоятельствах под ударами в темницах в изгнаниях в трудах в бдениях в постах 1 коринфянам 9.27 но усмиряю и пробощаю тело мое дабы проповедуя другим самому не остаться недостойным смиряю порабощаю тело как постом воздержанием так вопросы третье возражение сектантов нужен не телесный пост а духовный и проводит пророка Исаию 58 глава 6 по 8 стихи вот пост который я избрал разреши оковы неправды развяжи узы ерма и угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ермо раздели с голодными хлеб твой из китающихся бедных введи в дом когда увидишь нагово одень его и от единокровного твоего не укрывайся тогда откроется как заря свет твой и исцеление твое скоро возрастет и правда твоя пойдет пред тобою и слава Господня будет сопровождать тебя порок Захария 7 глава 4 по 6 стихи и было ко мне слово Господа Саваофа скажи всему народу земли сей священникам так когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце притом уже 70 лет для меня ли вы постились для меня ли и когда вы едите и когда пьете не для себя ли вы едите не для себя ли вы пьете Захария 7 глава 9 10 стихи так говорил тогда Господь Саваоф производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждой брату своему вдовы и сироты пришельцы и бедного не притесняйте и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем вот такой должен быть пост духовный не телесный ни в коем случае по мнению сектантов православный святая церковь не отрицает духовный пост а считает его необходимым условием спасительности телесного поста один телесный пост без духовного без терпения милосердия всепрощения смирения любви не будет для человека спасительным книга Деяний 23 глава с 12 по 21 стихи с наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить доколе не убьют Павла было же более сорока сделавших такое заклятие они придя первосвященникам и старейшинам сказали мы клятвою заклялись не есть ничего пока не убьем Павла и так ныне же вы синетрионам дайте знать тысяченачальнику чтобы он завтра вывел его к вам как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем мы же прежде нежели он приблизится готовы убить его услышав о сему мысли сын сестры Павловой пришел и войдя в крепость уведомил Павла Павел же призвав одного из сотников сказал отведи этого юношу к тысяченачальнику и обо он имеет нечто сказать ему тот взяв его привел к тысяченачальнику и сказал узник Павел призвав меня просил отвезти к тебе этого юношу который имеет нечто сказать к тебе тысяченачальник взяв его за руку отойдя с ним сторону спрашивал, что такое имеешь ты сказать мне? Он отвечал, что иудеи согласились просить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла перед Синедрион, как будто они хотят точнее следовать дело о нем. Но ты не слушай их, ибо его подстерегают более сорока человек из них, которые заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его, и они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения. Святой Иоанн Голотауст пишет, прошу не радоваться тому, что убыла половина поста и так далее ковать, а если не так, то нам не только не будет никакой пользы, но и великий вред от того, что придет пост. Четвертый век. Следующее возражение. Так, вопросов нет. Идем дальше. Сектант. Безразлично, будем ли мы поститься или нет. Первое. Богу, ибо едим ли мы ничего не приобретаем, не едим ли ничего не теряем. Все эритики и сектанты добавляют слова и не отдаляет. Пища не приближается к нас к Богу и не отдаляет. То есть пища, они считают, что она не отдаляет. Что же отвечает православный? Приведенное место говорит не о безразличном отношении христиан к постам и пище, а касается отношения христиан к пище идоложертвенной. И вот приводится 1 Коринфянам 8 глава. Так, у кого-то микрофон включился. Микрофончики проверьте. Кто-то тут брякает ложками. Так, Виталий Калиников, выключи микрофон. Так, 1 Коринфянам 8 глава с 1 по 17. Там можете прочитать, его там было в доложертвенном. 10 глава этого же послания с 25 по 28. Псалом 23.1 Господня земля, и что наполняет ее вселенная и все живущее в ней. Деяния 15 глава, 20 и 29 стих. А написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавлененной крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавлененной блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделайте. Будьте здравы. Не говори, что написано в Библии, а дай смысл написанного. Святитель Иоанн Георгий Тауст. Так вот, смысл написанного вот этого, пища не приближает нас к Богу. И не едим ли мы ничего не приобретаем, не едим ли ничего не теряем, касается пищи идоложертвенной. То есть, идоложертвенная пища не повредит христианину, если он ее, не исследуя на базаре, купил и съел, ничего она его не осквернит. Но ежели он знает, что это идоложертвенная и ест, это не гоже так делать. Этим можем соблазнить брата, за которому мы Христос. Немощного брата. Его он ест овощи. Вопросы. Час прошел. Давайте время вопросов и ответов Дай, тихо ничего. Так, у нас тут человек Евгений Шкорина. Почему-то имя мужское, а фамилия как бы как женское. Или Шкорина, это фамилия такое. Можете сказать, он печатает. Ударение на И Шкорина, да, то есть все понятно. Теперь все ясно. Пожалуйста, задавайте вопросы. Роман Фроликов. У вас всегда вопросы интересные. Что-то вы молчите сегодня. Надежде Васильевне то есть запрещено вопросы задавать. Она поэтому молчит. Остальные. Оля Симоненко, как себя чувствуешь после операции? Микрофоны включайте. Все. Час прошел. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Тогда Сергей... Тихо. Раз молчат, я скажу. Виталий Калиников хотел задать. Сейчас я отвечу на это. Нет, нет, нет. Я молчу. Впереди считали об этом. Пища не приближает и добавляет, не отдаляет. Тут нужно обратить внимание на то, что отдаляет. Отдаляет. Из-за пищи Адам выпал из рая. Из-за похотения к пище израильский народ не вошел в страну обетованную. Из-за пищи люди потеряют царство небесное. Не продать, не купить и примут очертания. Так это надо хорошо разбирать. И когда Иоанн Златоуст говорит о посте, то он добавляет, половина поста прошла. Не радуйся этому, а радуйся если половина грехов убыла. А ты на каждый день, на каждую неделю назначай какой-то грех, невоздержание, вот женщина молчания. Учить жене не позволяя не властвовать над мужем. Выполни это, у тебя половина спасения уже в руках будет. Быть в безмолвии. И вот Сергей ты считал, говорит, взалкал. А почему ты считаешь так ударение туда делаешь на второй звук, а не на первый взалкал, алчба, жажда. И вот один толкует, так считает ударение не туда и говорит, как было трудно Господу. Смотрите, он был в пустыне, хлеба не было и он взял кал. Взял кал. Видишь, куда идет ударение, это взалкал. И тогда это второе ударение теряется уже, калом не будет. Надо просто смотреть, отчего происходит это слово. Что такое взалкал? Взалкал, то есть захотел есть, алчба. А взял кал, то есть взял то, что испражняется человек. Игнать Тихонович, вы говорите, что миссионеру нужно тысячу талантов. Какие базовые таланты, по вашему мнению, нужны человеку, который возвещает слово Божие, миссионерствует? Какие-какие-то, ну, хотя бы 10 талантов назовите? Ну, в первую очередь, это не мои слова, а святого Иоанна Златоуса. Он говорит так, для того, чтобы обратить душу, нужны тысячи талантов. Конечно, это гиперболическое образное выражение, и все-таки вопрос свой на месте стоит. А для того, чтобы крестить, ни одного не надо таланта, и все равно крестить не будут. Какие таланты? Самое первое, ты сам должен быть возрожденный. Это первое. Не просто так вот, ты сидят они там, решили, пошли на улицу, там, Евангелие дали, а теперь пойдемте в храм, посмотрим. Это все пустое. Второе, чтобы он был движимый Духом Святым, о чем говорил Серафим Царовский. Вот это два главных столпа. Дальше. Мы уже впереди ролик поставил на эту. Миссионер не может быть жирным. Без страха уточняет себя, апостол Иуда говорит, ну, какой он благовестник-то, прекрасные ноги, благовествующие мир на горах Израиля. Какие горы-то он? Он горы-то сотворил из плоти своих, гора мяса, червь, уже в теле, говорится, все грызет. Ноги прекрасные должны быть, а у них ноги у всех там лопаются. Это некоторые только. Дальше, он должен знать хорошо священное писание и просить у Бога на это памяти. Книга не отходит от уст своих, но поучается в ней день и ночь. Какой же ты миссионер? Бывает достаточно одной из фразы сказать, и все кончилось. Никаких споров не будет. Преучиться никогда не спорить. Уметь выслушивать. Ты перечисляй на пальцах. До конца глуп тот, кто дает ответ не выслушав. Глуп никогда не перебивай собеседника. Задал вопрос. Уметь выслушать. А теперь проси Бога, то есть у миссионера молитва и пост будут занимать определенное место, которое ничем не занятое, чтение Слова Божие. Он обязательно будет соблюдать посты. Далее. Он должен работать. Апостол Павел шил палатки и другое, чтобы кого не обременить. Самому себя обеспечивать. Своя, чтобы пенсия была. Вот считай эти качества. Далее. Бояться богатства. Вот Евтихий епископ Курочкин выступает, и архиерея. Они жиреют. Чего только нет у них. Какие машины. И он их прямо называет антихристы. Разрушают веру в людях. Антихристы. Совершенно веры нет. Миссионер должен быть милостивым. Он должен видеть нуждающихся. Сейчас эксперименты проводят. Студентам решили давать неделю. Кто будет в эксперименте участвовать? Давайте. Мы вам даем по 5 долларов. 5 долларов это много. 5 6 30 300 рублей. Каждый день 300 рублей. И в течение недели мы избрали 100 человек. Это богатенькие задания дал. А после этого расскажите как вы их потратили? Вопросов только два. На себя или раздали? Раздали совсем мало процентов. Нуждающихся увидели. Отдали не вдолго совсем. И вот интересно. Дальше когда после недели дают деньги и люди которые на себя тратили у них у всех желание чтобы получить больше. И радости никакой нету. Та радость которая была первые два дня она исчезла. А у того радость все больше возрастает. Николай Горелович Чернышевский говорил об этом. Радость тем больше чем большему счастливу людей ты сам приносишь счастье. Тем более ты счастливым делаешься. Сегодня опыты делают вот такие вот. Это конкретно определенно. Вот вспомним есть такая книга Владимира Филимоновича Марцинковского «Мой путь» или как называют его исповедание веры. Он говорит если бы кто-то сейчас выступает перед студентами и мог бы сказать что есть такие места в Библии которые нежизненные. Я вот тут делал а так не получилось. Если вы это докажете Христа то нет который слушает тому я сейчас же и показал там 10 долларов бумажку студент один поднял руку и подошел я говорит еще не знаю что он будет молоть стал молиться и вдруг он начал говорить постоял махнул рукой и пошел обратно ну знаете это все относительно нет не относительно а именно конкретно на практике докажите и покажите что молиться бесполезно покажите а от обратного я покажу тебе какая польза сколько людей говорят вот вы молились такая польза и он ничего не мог ответить студент этот вот а я тебе говорю сколько тебе надо этих качеств бедность тебе не занимать лишний вес сбросить знать священное писание и спросить духовное рождение по порядку любить слово божие считать его правильно смотреть толкование святых отцов и этим заниматься постоянно и день и ночь сокращать себя Павел говорит в бдении бдение это означает бодрствовал не спал а сколько надо я не знаю но молодому человеку больше трех часов уже не надо хотя Арсений Великий говорил для монаха достаточно одного часа а один час Леонардо да Винчи вот Елизаров Костник с Кургана они по три часа спали и таких людей много дальше он должен платить десятину непременно чтобы быть благословенным научиться никогда не поносить еврейский народ никогда чтобы просить ему благословения и ты будешь благословлен если ты хочешь быть благословенным чтобы у тебя были плоды никогда не унывать чтобы у тебя была поддерживающая команда молитвенники вот мы ездили когда у нас миссионерская поездка была из Барнаула до порта находка до Владивостока и дальше и в обратную сторону до Лиссабона Турцию прошли Скандинавию Прибалтику север у нас была очень сильная группа которая молилась при том люди не нашего круга мы какой-то Карсруа там город Карсхорсли в Швеции остановились и там была возможность выйти в интернет и мы вышли и там в Великобритании баптисты молятся и дети рядом стоят и они крестятся Господи благослови Игнати его команду которые на миссионерскую поездку выехали они ждали нас я первый раз увидел что баптисты стоят группы и крестятся рукою вот как Бог делает за нас молились мусульмане евреи и люди знали что мы поехали не на игрушку и чтобы у тебя была уверена что тебя Бог слышит выпросил Бога милость с кем разговаривать как разговаривать сколько разговаривать или молчать но это уже таланты которые от опыта приходят опыт доверяться во всем Богу научиться молиться в любой обстановке играет фильм показывает чтоб ты молился не менее семи раз в день тогда ты будешь успешен во всех путях твоих вникай в себя и в учения занимайся всем постоянно и вот так поступай спасешь тебя и слушающих тебя я говорю то что налицо никогда не спорь никогда не спорь если разрешение такое спорит тот кто ничего не знает спорит тот кто ничего не знает а кто знает он возвещает один раз после первого второго разумления отступись не будь задорен для миссионера это все надо так чтобы он об этом даже не думал он по-другому не может это сделать и одежда и все твои должны быть самые простые обуви все что у тебя есть конечно бороду не трогать не прикасаться ни усы не подстригать над губой верхней ничего не трогать этого я говорю из опыта и того как делали те которые известно впереди нас прошли вот пример я приезжаю в Потеряевку а ее не было еще 89 год и приезжают из соседней деревни главный зоотехник Югонин Валерий Григорьевич приезжают с сыновьями ну им лет по 12 и мы беседуем у костра я один там вот где большой зал для игры там была огромная яма и там в ней мы костер разжигали здесь прямо на территории лагеря самого где в теннис играют и мы беседуем он говорит вот вы верите а все-таки видите как вот приезжайте а деревня это вас исчезла и вот я говорю да господня земля и что наполняет ее я ему сразу псалом прочитал а он коммунист коммунист он посидел угли пошевелил там палочкой так повторите что вы сказали я говорю господня земля не ваша господня и все что наполняет ее вот эти звезды над нами вот это деревяшка у тебя в руке вот эти угли земля яма все господня он замолк посидел посидел потом ну ладно я поехал домой так интересно до этого говорил возражал там и прочее вы знаете вот прошлый раз тут приезжал я с одним вы думали кто это но вы сказали брат нет это из КГБ приезжали за вами следят и вот такое дело это качество которое тебя уже настроит у тебя времени лишнего не будет а как узнать что господь избрал тебя ну по всему тому что ты вот этого достиг должны быть очень добрые мирные отношения и с женой и с детьми чтобы все просили благословения на невыносимо трудное дело чтобы таланты были благословены помазаны духом святым помазание ну я говорю то что здесь уметь отвечать при том отвечать нужно решить отвечать не отвечать я вот не все время отвечаю иногда вот разговор зашел я ролик ставлю получилось у меня три дня подряд по одному ролику я наговариваю и выставляю потому что много вопросов по этой тематике а другой кто-то выступит он не знает ничего не надо глядеть на это не бойся его заблокировать и убрать он пришел не в том место у тебя должно быть все твердо постоянно ну и выпроси у Бога если можешь хоть небольшую ночную молитву ты доволен Виталий да Игнать Игнатьич то есть особенно вот вы сказали таланты должны быть помазаны духом святым то есть еще не ну как сказать недостаточно просто таланта давить а вот именно что я повторяю тебе что они должны быть благословенны духа святого что приносили прибыль а так талант завернул в платок зарыл в землю он не похулил не в грязь бросил дождался вот тебе твое то есть он ничего не истратил сохранил девственность не развратничал но этого мало если ты раньше пил водку то теперь воды пей недосыто Ян Златоус говорит если раньше были сейчас назвали гражданский брак не брак а блуд блуд гражданский если такое было теперь глаза не поднимай на женщин не качайся на ногах блудная лихорадка чтобы не трясла тебя вот конкретно четко и ясно непримиримую борьбу всякому войну объявить всякому греху я должен это победить с помощью Божией все а сегодня начищаются там стрелки разные глупости делают знаете Тихонович ночная молитва короткая это ну например 3 святое и 100 поклонов 3 святое и 100 поклонов это короткая 7 минут так после поклонов там и спать не захочется уже а своими словами своими словами если что можешь скажи я не раз уже отвечал на эти вопросы деревня Тихонович давай в общем это было я говорил мы с Романом разговаривали но вы не услышали и отошли в общем пост строгий пост ночная молитва поклоны и это тут раз ну на меня нападали то есть обворовали узнал один это что я живу сам слепой и я только на турник он в дом на турник в дом раз два три пост начинает ну я же молитву раз обворовать я же еще усиливаю молитву опять потом еще ну уже раз уже выхожу давай 90-й псалом ну все крещу да все окрещиваю двор, ворота окна, двери и все и даже это не понял ну было что раз вот это да ну раз живой помощи не вмещалось там то есть или раз или трижды да проходил три этот ну не помню как в тот день да и тут опять налет уже так вдвоем один отвлекает пол третьего ночи как только только закончил молитву только все это закончил поклоны все да раз когда стук и раз ворота железные двухметровые а через забор да я говорю шо ты это как ты это он пусти переночевать ну этот отговор когда я говорю так ну давай уходи ну иду же выпровожу со двора и закрываю да а второй опа в дом и вот это он же не раз же шнырял уже знаете там деньги там и в сейфе ну все как в магазине ко мне уже да это же седьмой раз и я ложусь когда слышу цок это мне там в сейфе крепление цок я поднимаюсь и все и начинается драка начинается драка и все а он еще с ножом и я этот ну и с голыми руками ничего не взял да но сначала это нормально сначала брось зарежу да а потом я старался чтобы жены меня не жахнул ну то есть сзади поставил сверху на нем да и потом отпусти я уйду так кто говорит это кто говорит ну вот это ж вор вор сначала думал что кто говорит вы кто а чепелев чепелев так вот вы вопрос задавайте вопрос не больше полминуты а это не вопрос вы просто вы выговариваетесь время другим у нас больше не будет а не не я же думал ну вот как вы поняли да и лимит ваш кончился в 10 раз больше все я не отвечаю на такие дела а или не знаете что сказать ну я сказал я не отвечаю а знаю или не знаю вам как судить то вы же не высушили вы не нуждались в ответе как один говорит я разговаривал говорит а вижу что ответить не могу я решил матом обложить да уйти не годится это сразу решаете знаю не знаю то есть вы не знаете регламент вот сказали спокойно отойдите ну так я действительно не знал что полминуты ну теперь вы знаете спокойно отойдите Игнатий Тихонович разрешите вопрос пожалуйста миссионерство и благовестие это одно и то же если не одно и то же благовестника может быть любой который уверовал и надо говорить сейчас проповедь одно и то же я говорю проповедь самые хорошие проповедники каких мы имели в 20 веке это Адольф Гитлер Керенский Фидель Кастро Владимир Ульянов проповедники он проповедует свое лжеучение сатанизм это проповедники благовестия рассказывающие о Христе о том что он умер за наши грехи веры вера от слышания от слышания от слова Божия прямо по Библии проповедует а миссия это абсолютно другое недостижимое человеком это от Бога полностью все и миссионерские отделы которые в патриархии есть это суще стопроцентный обман их нельзя создать миссионерский отдел два человека все два двенадцать Христос послал по два все оспорить попробуйте другого нету дальше избирает еще 70 и послал по два далее считаем Александр неусыпающий псалтырь у него 70 учеников и он разбил их по два Кирилл и Леподий идут два Моисея и Арон два все а дальше в первую очередь количество они ни в чем не нуждаются ни в чем Бог берет о них заботу они работают все изучают но полностью все Дух Святой делает почему деяние апостолов деяние миссии Златоуз говорит назвать надо было деяние Духа Святого как Серафим Саровский говорит бывало говорят бывало говорил не так как должно Господь покидал меня когда решил там что-то о себе или как поэтому все что ты делаешь тебе не принадлежит вот это разница Спаси Хрису да а кто это спрашивает я знаю здесь спрашивает кто это Кадушкин Юрий спрашивает да да это Юрий Германович да хорошо спрашиваешь следующее можете отойти кто-то еще подойдет тут пишут Чепелев обиделся отошел обиделся все бы так были вот слово сказать Виталий Виталий Калиников у миссионера обид никаких не может быть запомни а я обиделся так сиди дома за юбку держись обиделся смешно отвергнись себя полностью растопщи свое я никакой гордости гордыни это прелесть гордыни это все любят попы говорит они в этом и погибают и ты не бойся обличить а то никого не судите таких людей называют всех люблю никого не осуждаю без пробела одним словом всех люблю никого не осуждаю то есть ничем не нуждаются у миссионеров все по-другому а они взирают только на Бога для него нет вот этих разделений вот ко мне на занятия ходили в университете когда я занял в университетах разных ну и там баптисты 50-ники субботники адвентисты кого только не было из КГБ краевая администрация народу было много и вот задают вопрос а баптисты как имеют ли духа святого вы все знаете еретики какой там дух-то я отвечаю нестандартно почему мои знания не из книги только я говорю написано никто не может назвать Иисуса Господом как только духом святым скажите они записки подают а потом уже беседуют вы признаете Иисуса Господом даже не отвечайте я знаю баптисты признают и поэтому это труд духа святого согласно этого стиха никто не может назвать Иисуса господом как только духом святым что непонятно-то ну а как они не в церкви а вот тут они засохли дальше они не идут и все засохли мумия а как вы смотрите там католики, ты должен найти ответ из священного писания, не для того чтобы сунуть его и уколоть определенно у нас есть книга к истину православия, я на нее материал собирал 20 лет добавил еще 20 к тому что уже найдено почти по предложению искал вот кто не знает зайдите на наш сайт и там эта книга есть или выпишите все отдельно о Библии о посте, о молитве о пьянстве, о бродобритии о табакокурении, о Слове Божьем все абсолютно что говорили об этом апостолы, пророки что об этом говорили святые отцы, толкования что об этом говорят каноны церкви и что говорят жития святых вот 4 параметра а чтобы сказать что святые говорили, тебе нужно знать не один, не два, а 1173 жития святых биографии биографии разные бывает по 50 листов страниц как Серафима Саровского у миссионера практически думаю так нет вопросов которые бы ему задавали на которые он не мог бы ответить нету почему? а Господь открывает он открывает и будет такое которое ты никогда не сможешь объяснить допустим молятся люди и считают псалтыри или еще что-то и считают кто-то неправильно одно слово он обязательно это заметит ему как ухо порезает он наизусть знает нет нет это Господь указывает он видит не так смотрит теперь видит что да вот так должно быть и ты должен у Бога это выпросить а не так что просчитал правильно неправильно слова глаголы выпускает междометия нет не годится это это легкомысленное отношение к Слову Божию говорите мы вот позавчера после занятий с Романом Проликовым немного рассуждали на эту тему он говорит благовестие надо везде во всем я говорю да как же если у меня знаний нет чего же я буду благовествовать нет у меня знаний сначала надо узнать изучить только потом на благовестие идти я смотрел вашу запись маленько вы поговорили больше часа ну да вопрос задается Евгений задал вопрос прочтите там кто-нибудь из мужчин тут Эдьян задает вопрос Гнатий Тихонович вы часто мусульман в пример приводите под удар тайного правительства ведь христианство и намеренно деградировали они христианские народы с помощью окна Авертона планомерная деградация народа ведь через них сатана действует одним словом мусульмане их не интересуют человек неграмотный написал как-то мысль неясно мне выражена кого не интересует мусульмане ну я не знаю правильно я понял или нет то есть вот тайное правительство оно в основном удар делает на христианские народы то есть их помощь окна Авертона пропаганды вот этого всякого разврата пьянства блуда а мусульман они не трогают почему они мусульман не обращают свою во что у них также есть масоны точно так же Муаммар Каддафи какой был лучшего по последним данным которые перед гибелью были лучшая забота о народе своем ни у кого не было исправить или нет электричество бесплатное там горючее все ну все абсолютно народ жил как при коммунизме жить надо и однако решили убрать его теперь вначале жалели а сейчас специально ролики ставят и там не так дело и тут не так и проще он пошел поперек то что собралось общее сообщество во всем его винят мне то он мусульманин как но он для мусульман все сделал но ты для мусульман выпроси у Бога путь вот мы ехали по мусульманским странам шесть республик Турцию прошли с той стороны Черного моря а что ты скажешь я для себя вывел такое что три слова табу которые не надо произносить никогда Аллах Мухаммад Коран три слова исключить из разговора так ну что вы сказали Игнат Тихонович это очень страшно и я понял что ну не как до луны вот и вот эти все качества это действительно избрание ну еще 30 минут уже все на молитву Сергей Павлович призываю людей достойно достойно якого истину блажить и тебя Богородицу пресновлаженную и пренепорочную и матерь бога нашего честнейшую херуин и славнейшую без сравнения серафим без исцеления бога слово родшую сущую Богородицу тебя величаем помолитесь Игнат путь наш мы благодарим тебя за этот вечер что жизнь нашу продлил и разум сохранил что у нас есть слово понятное на родном русском языке научи нас Господи всегда обращаться к тебе с вопросами правильно ли мы поступаем ты обречай но не отвергни нас помилуй и доведи всех до желаемой пристани царствия твоего и веди в него навеки тебе боже слава за все отец сын и святой дух аминь вот у кого фотографии нету одни буквы стоят постарайтесь в следующий раз фотографии вставить свои там ни храмы ни строения спаси христос аллилуйя спаси христос Игнатий Тихонович слава христу а вот братья хотел спросить а вот Сергей Евтушенко у него у вас тоже фотографии нету сейчас есть у Сергея Евтушенко всегда фотографии есть и под своим именем вот так и делать вот его назвали на него ориентиры держите вот сейчас видно да да видно я его вижу он сидит все пока отхожу до свидания с Богом так Юрий здесь здесь да да а вы вы хотели Игнатия Тихоновича уточнить да это роман да 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 я узнал роман я именно уточнился просудил как бы я свою позицию так сказал что как же я могу благовествовать если без знаний это вот вот я вот я хотел уточнить это правда не ответил Игнатий Тихонович только что вот он до вашего вопроса тоже был подобный вопрос ну да что такое чем отличается благовестие от миссии да ну это я задавал а ну вот это же и есть практически почти ну да ответ на второй вопрос то есть знание 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 вот Игнатий Тихонович как же вам ответил что это абсолютно разное то есть миссия вот тут нужно очень много знаний как раз талантов тысячи талантов то есть тысячи знаний этих вот а благовестие он как сказал что нужно благовествовать алло да да я на связи я здесь ну что благовествовать должен каждый христианин абсолютно то есть это о чем говорит это говорит о том что тут знаний как раз не обязательно больших роман каждый понимаете роман ты меня слышишь как вот так же получается если каждый должен там Сергей по-моему если я не ошибаюсь нет это не Сергей роман слышишь меня роман Борис Васильевич а Борис нет не Васильевич а Семенович а я хочу Роман задать тебе вопрос а вот расшифруй слово благовестие ну я же уже расшифровывал даже по-моему здесь описал не ну а давай твой оппонент знает что такое слово благовестие многие люди даже не знают об этом ну я по-моему и писал что это переводится как благая весть переводится ну так и есть благая весть то есть новость радостная новость да то есть говорить людям о радостной новости вот то есть людям просто говорить новость но я даже приводил примеры как я говорю такими словами вводными оказывается да как вот мы обычно говорим о новости а ты представляешь, вот так, 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 вот, Господь, есть у нас такой человек, который умер за меня, а почему за меня, он должен умирать, дальше вот еще продолжать надо, потому что для меня много лет было непонятно, я понимал, что он умер за меня, но зачем именно его нужна была смерть, непонятно было мне, ну, может быть, кто-то другой бы за меня там умер, но почему именно он, да, оказывается, он как безгрешный, безгрешный, потому что все грешные, и никто за меня не может умереть, то есть каждый должен за свой грех умереть, грешный, а он как безгрешный, потому что он Бог одновременно, вот только потому что он Бог, вот он становится человеком, чтобы иметь возможность умереть за меня, вот, вот в этом и заключается радостная новость, все, вот больше других знаний не надо, чтобы благоествовать, то есть рассказать вот эту радостную ночь, что у нас есть Спаситель, а почему Спаситель, потому что он одновременно Бог, потому что вот когда я тоже был, Разговор с мусульманином в прошлый раз, когда я тоже с Юрием после. Вот там есть запись, я выставил. И в группе есть тоже. И у меня на канале. И я ему как раз, он у меня и такой вопрос задает. То есть, а, ну не обязательно там, да, он там нас всех спасет. Ну, то есть такой интересный мусульманин, конечно, что я не думаю, что он мусульманин на самом деле. Что это он какой-то... Полухристианин уже готовый. Какой-то непонятный. Может быть, даже он и христианин, только вот он, наоборот, он куда-то пошел в сторону мусульманства. Почему? Потому что, может быть, ты вот это вот не понял. А я ему как раз объяснил это. И он очень удивился, да, сказал, о, если вы вот так будете думать, то вы спасетесь, вы спасены. Роман, а теперь, да, я скажу два слова. А то ты вот любишь, конечно, говорить, молодец, да? Ну, а я сказал бы немножко по-другому даже. Ну, в принципе, ты правильно все сказал. Но тут еще можно сказать вот о чем, что Бог вожелал спасти человечество от грехов, сам снизошел в мир. Ты представляешь, что это такое? Он воспринял человеческую природу, осветил ее своим божественным естеством, искупил человеческий род своими страданиями и смертью. Мало того, воскрес и предоставил возможность соединения с собой каждому уверовавшему в него человеку. Я, кстати, совсем недавно беседовал с свидетелями Иголы. Ну, они вообще, бестолочи, вообще ничего не знают. Вот я им сказал, что такое благовестие, они, ну, не сумели сказать. Ну, короче, самое главное вот о чем. Я спросил, у них у вас есть дети? Мне сказали, есть. Ну, а вот вы смогли бы сделать бы так, что сказали, вот город, допустим, вот Роман живет там где-то в Казахстане, да, ты где же живешь? Ну, вот ваш город бы, допустим, распнут вашего сына или дочь, но весь город спасется. То есть он будет прощен, все грехи будут прощены, и вот такой смертью вы отдадите своего сына? Нет. Так а какие же вы тогда верующие? Понимаете? То есть, получается, на словах вы говорите, а в душе вы неверующие. Хотя, конечно, это, ну, это поступок очень серьезный, и как бы, ну, то есть, вот сказать благовестие, Роман, это не просто так вот, ты, конечно, правильно, молодец, сказал, в общем-то, но это не так, что сказал, вот сошел Бог, вот Христос, он на Христе умер, провел кровь свою, все, и вот как бы спасетесь. А надо объяснить человеку, не просто так, чтобы его заинтересовало, и чтобы он, когда с тобой закончил разговор, не просто ушел. Понимаешь? Так ведь, Борис, тут ведь у человека появятся вопросы, сразу наводящие, начнется спрашивать, начнутся противоречащие какие-то вопросы, и не обладая знаниями, если у меня нет знаний, если я не готовый по Библии ему благовествовать, я просто попаду в просаг, и этот неверующий укрепится в своем неверии. Правильно я рассуждаю? Юрий, я полностью с вами согласен. Правильно. Я полностью согласен. Для того, чтобы идти на проповедь, человек должен подкован быть, ну, я имею в виду с точки зрения Евангелия, и духовно, обязательно, потому что, я считаю, это большой греф, и в Библии пишется, что проклятсяк, делающий дело Господне с небрежением. Обязательно нужно знать все, конечно, и объяснить человеку доступно, чтобы его заинтересовало, чтобы он каким-то образом, а не просто вот как, я не согласен с тем, что вот благовестие взял книжечку, отдал, вот напрочти. Ну, я не думаю, что это благовестие. Благовестие – это надо остановиться человеком, хотя бы пять минут уделить ему. Понимаете? Вот это ты благовествуешь. А если ты дал листочек или книжку, ну, я не знаю. Ну, это такое... Это по слову Божьему, я говорю, вот, потому что даже написано, что апостол говорит, проповедуй, благовествуй, обличай во время и не во время. А тут получается, что вы говорите, ну, да, сейчас еще не время мне благовествовать. А апостол говорит, не время, вот и благовествуй, значит. Понимаете? Тут дело-то, вы тоже правы. Вы тоже правы. Но вы не правы в том, что нельзя благовествовать, что надо обязательно обладать знаниями. Обязательно. Вот пока ты не обладаешь знаниями, якобы нельзя благовествовать. Вот это ложь. Это не по Евангелию, это не по Богу Евангелия. Он это, вот как раз он осуждает, вот это грех как раз. Потому что нужно благовествовать всегда. Как благовествовать, если ты сам не знаешь ничего? Я еще раз объясняю. Говорю, не дослушивайте, я пытаюсь объяснить, вы не дослушиваете, и опять спрашиваете то же самое. Я уже отвечаю как раз на этот вопрос. Вот. Почему нужно благовествовать всегда? Потому что как раз ты тогда и поймешь, в чем тебя знаний не хватает. Когда вопросы-то будут от людей, а так ты будешь изучать что-то там одно, а вопросы будут оказываться совсем про другое. Понимаете, вот как надо всегда благовествовать. Тогда и как раз, и не надо это ложное, вот это вот смущение, якобы, что там я в просах якобы попаду. Ничего не попадете, если вы нормально объясните. Да? Честно. Если вы честно скажете, подождите, если вы честно скажете, что я, да, этого еще не знаю, я просто благовествовал. Вот как раз благовестие – это не объяснение, там, вот это вот так, не ответы на вопросы, нет. Это просто новость сказать. Понимаете? Благовестие. Оно само говорит само за себя. Весть. То есть новость. Вы когда вот говорите… Подождите, можно я еще дорасскажу? Когда вы говорите… Роман, подождите, что ты некогда, дай я тебе скажу, потом буду говорить. Ну, можно я расскажу? Ты наседаешь, Роман, ты наседаешь, ты не говоришь просто из тебя, из тебя поток льется, нет, одно предложение, пожалуйста, одно предложение, и все. И я замолкаю. Вот. Получается, что новость, вот когда вы говорите, вы же не доказываете, да нет, это вот так, это именно так и произошло, вот как я говорю, да нет, я просто узнал там, и все, я с тобой поделился новостью, и все. Вот это благовестие. А дальше, если вы доказываете, что именно так произошло, это уже дальше идет миссия, как раз, когда нужны тысячи талантов. А благовестие не нужно тысячи, просто поделился и все. Радостью, поделился радостью. У меня радость. Вот представляешь, и все. А если доказательства нужны, это уже миссия. Это пробовать. Роман, значит, знаешь, есть такой бес. У каждого беса есть свое имя. Есть бес под названием Лестия. Понимаешь? Лесть. Вот мне кажется, ты под этим подвержен немножко. Это первое. А второе, ты служил в армии, Роман? А что это вам даст? Если служил, не служил, что вы хотите? Ну, это мне даст, я примерно понимаю, служил ты. Если ты не служил, ты вот видишь, ты любишь разговаривать. В армии надо четко все, понятно и ясно. И кратко. Кстати, Игнатий Тихонович, это требует. Вопрос такой краткий, четкий, понятный. Не надо размазывать это все, понимаешь? Да. Ну, вы тоже, кстати, не быстро говорите. Значит, сегодня вот Чепелев, вот за это поплатился, потому что он какой-то рассказ у него был. Я то понял, что он хотел рассказать то, что с ним произошло. Ну, это все было размазано. И Игнатий Тихонович не воспринял это, потому что он просит вопрос задавать кратко, четко и ясно. Ладно. И последнее. Под благовестием, как я понимаю, и как, я думаю, принято понимать, это христианская проповедь, осуществляет это не только словами, но и самой жизнью христианина, свидетельщик о соединении с Богом. То есть я должен мало того, что сказать, но я должен показать человеку, что я так живу. Потому что слово, это слово, знаешь, сказал и все, оно вылетело. Вот. А надо показать еще человеку, чтобы он видел, что я живу так. Потому что многие, я прослужил вот 30 лет в армии, да, и мне встречают мои сослуживцы, и говорят, ой, да ты же помнишь, каким ты был? Ну да. Был больным, лежал в больнице, да, больной был. А сейчас... Вы сейчас кратко говорите? Я кратко говорю, и понятно, чтобы ты понял. Вот я тоже так же кратко, как и вы говорите, и я так же говорю кратко. Роман, Роман, дай человеку... Хорошо. Дай человеку сказать, Роман. Все. Юрий, я согласен с вашим вопросом, он соответствует мне, я тоже об этом думаю, что говорить человеку, и проповедовать, и даже благовестием заниматься, нужно знать, нужно иметь знания. Игнатий Тихонович об этом говорит, кстати, надо иметь знания, глубокие. А уже не говорю о миссионерстве, это вообще, это очень сложный труд, миссионерство. Понимаете? Я-то не противоречу вам, понимаете? Что я-то вам не противоречу, я не говорю, что не надо иметь знаний. Все. Я прошу прощения, всего доброго, извините. Все, счастливо, Борис. Я-то не говорю, что не надо иметь знаний, я же не говорю этого, что не надо иметь. Чем больше вы имеете знаний, тем лучше, конечно же. Понимаете? Но благовествовать надо даже в любом случае, если нету знаний вообще. Вот ты только знаешь вот эту новость, одну лишь, только эту новость. Это и есть благовествие, то есть весть, вот эту весть, новость, эту и говорить людям. А дальше ты поймешь, что в чем тебя нету знаний как раз. Поэтому я вижу, что просто Борис захотел поспорить, ему нужно поспорить, видимо. Вот. Зачем? Не знаю. Это как раз сотрясание воздуха, как раз он и не соответствует тому, к чему он призывает меня. Не прав, Роман, не прав. Он не поспорил, он сказал свое видение, все. Он не спорил, сказал, отошел, все. Спорит как раз не он здесь. Я тоже не спорю, я просто другими словами говорю. О том, что вот это... Ну, все, 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 сказано, стоп, стоп, хорош. Хватит дальше, хватит, хватит. Роман, хватит дальше, не продолжай. Понял я, я все понял. Ну что, все, счастливо. Спаси Христос. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...